Всем привет! С вами Роман Миров. Вы готовы поглощать новую информацию в виде наших интересных, горячих и актуальных новостей? Тогда мы готовы вещать. Настраивайтесь на нашу чистоту и будьте уверены, вы не зря проведете время. Как Владимир Пресняков относится к музыкальной карьере сына? Какой артист отобрал в свой клип самых крупных девушек? Поющий экстрасенс? Это нормально? Самое интересное об этом и не только узнаете через несколько секунд в новом выпуске Ньюсбокс. Первый раз всегда волнительный. И, конечно же, речь о первом сольном концерте. Певец Никита Пресняков в минувшие выходные дебютировал на сцене в составе своей новой группы. О том, как прошел концерт и кто пришел поддержать артиста, узнаете в нашем следующем сюжете. Еще несколько лет назад этот артист строил карьеру кинорежиссера, но звездные гены все же дали о себе знать. И года не прошло, как Никита Пресняков создал группу «Мультиверс», как уже отгремел их первый концерт. И, как оказалось, любовь молодого певца к року – это у него семейная. Как вы относитесь к тому, что он выбрал именно стиль рок? Офигенно! Это моя жизнь. Мало кто знает, но мы играем тяжелую музыку на концертах. По телеку показывают одно, а в жизни другое. Так что это все то, что я люблю. Любит он. Несмотря на то, что стихи Никиты Преснякова – это рок, послушать его песни пришли далеко не рокеры, а миловидные и приятные девушки. Свои вкусовые предпочтения поклонницы объяснили довольно просто. В принципе, это не тяжелый рок и не совсем легкий. Это что-то среднее. Ну, наверное, потому что такая же рыжая, как он. Шутка. Ну, не знаю. Просто у них очень музыка такая. Она как-то пробирает, берет за душу и хочется слушать-слушать. И плюс у Никиты очень интересный голос своеобразный. Он его может менять в разных интонациях. И это очень интересно. За это ему хочется смотреть и наблюдать это. Не только рок, но и сам Никита Пресняков тоже нравится. Кинорежиссер, актер, да еще и стилист, собственно, рок-группы. Никита Пресняков – один из самых завидных женихов на российской эстраде. Поклонницы следят за его личной жизнью, активно обсуждая ее в сети интернет и мечтают оказаться на месте его избранницы. Такая семья. Наследник, можно сказать, наследник эстрады. Ну, потому что он перспективен как жених, я думаю, молод, хорош с собой. И он внук Аллы Борисовны. Ну, естественно. Я не думаю, что его родня, скажем так, сыграла главную роль, потому что если бы он не был бы талантливым парнем и сам не показал людям свой талант, то ничего бы и не вышло. Семья Никиты в этот вечер практически в полном составе пришла его поддержать. Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Максим Галкин смотрели в зал с высоты вип-зоны. А Владимир Пресняков с Натальей Подольской внимательно наблюдали за Никитой прямо напротив сцены. Я вижу некие ошибки, которые для первого концерта, но мне кажется, что это очень здорово, что он делает. Первый блин всегда кумом, но судя по довольным лицам поклонников, на сей раз это правило не сработало. Хотя Никита оказался довольно суеверным. Давать интервью до концерта отказался. Примета, говорит, плохая. А вот телеканал Russian Music Box в приметы не верит, потому что реально только музыка. Сначала вся страна качалась по его велению, теперь Джиган настаивает на всеобщем похудении. Слова новой песни он написал сам. Более того, главный качок страны еще и придумал сюжет клипа на этот трек. Съемки этого видео не могла пропустить и команда Newsbox. Так что обо всех подробностях мы сейчас вам расскажем и покажем. Да, друзья, только что мы всей съемочной группой залезли в Солярий. И все для чего? Для того, чтобы пройти по следам съемок клипа Тимати и Натана. Но одними съемками в Солярии музыканты не ограничились. В новом современном клипе рэп-исполнителей на песню «Ты че такая дерзкая» будут и крутые машины, и, конечно же, знойные красотки. Если это сравнивать, то тот Black Star, который был, именно та классика, которую раньше снимали, глянец, и очень много фана, очень много приколов, сегодня будут пересняты в новом видении и с новой подачей очень крутой. Джиган правда, это ты че такая дерзкая, слышно, че ты такая дерзкая, дерзкая! Ну, красоток на съемку своего нового клипа на песню «Время похудеть» пригласил и Джиган. Правда, чтобы пройти кастинг, девушкам необходимо было обладать весьма нестандартными параметрами. Брали максимально больших. Аппетитным барышням такой подход пришелся по душе, тем более, что сам Джиган – мужчина крупный, и рядом с ним леди чувствовали себя в полной безопасности. Конечно, мы представляем прекрасную половину человечества, но вы видели уже, я видела, что вы видели, что эта половина действительно прекрасна, полноценная, так сказать, половина, достойная, вполне Джиганна, да. Вот посмотришь такие клипы, и на душе сразу становится спокойно, ведь какой бы вы ни были комплекцией, всегда найдется тот, кто будет ценить вас такими, какой вы есть. Виктория Гончарова Самый поющий в России экстрасенс отметила свой день рождения. Облачившись в праздничный черный наряд, Наталья Бантеева собрала своих друзей. Отпраздновать решила все сразу. Новый год жизни – презентацию еще одного колхана. Ребята привезли подарок, книгу по ясновидению 1814 года, раритет, который выкупили в одном из ведьминских ковинов, реальных, и привезли мне. Я знала, что привезут какой-то сакральный подарок, да, какой-то раритет именно. Я его получаю в руки, и меня просто прошибает ток. Не менее приятный сюрприз ведуньи приготовила и группа Даки. В красной подарочной коробке ребята принесли ей большой розовый кристалл. Предназначался подарок для подпитки экстрасенса энергии, которой Даки его сами и зарядили. Как вы его заряжали? Может, терли об какие-то места? Нет, на самом деле, каждый из нас. Сначала я три ночи, потом он три ночи, под подушку его себе клали. На мир еще просто курочка-наседка. Сидел они. Да, я на нем сидел, просто сидел. Место стула. Таких чудо-кристаллов на всех не напасешься, зато каждый может послушать колхан. По словам Бантеевой, эти сакральные тексты под незамысловатый бит должны положительно влиять на сознание. Не так давно она презентовала колхан номер три на любовь. Результат не заставил себя ждать. После прослушивания я задумался. Задумался о том, что все-таки нужно свое сердце открывать и дарить любовь. Все-таки дарить, найти ту единственную верную и благоверную. Я почувствовал, да, что-то внутри заиграло, понимаешь, все. Я на самом деле, я всегда переполнен любовью. В меня уже некуда просто засунуть, понимаешь, это любовь. Стас Костюшкин к экстрасенсам относится скептически, но это не помешало ему поздравить подругу и заодно послушать, как же звучит тот самый колхан номер один на силу. Я не очень, честно говоря, это люблю и никогда не спрашиваю. Жена моя, да, ей это больше нравится, она верит. Верить в существование сверхспособностей или нет — личное дело каждого. Но то, что люди совсем не прочь попрыгать с бубенчиками под магические звуки — это абсолютный факт. Так что неудивительно, если в скором времени на вершинах топ-чартов будут красоваться колханы. Завтра смотрите Дайджест Ньюсбокс. Все самое интересное за неделю. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забывайте заходить в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также пролистывать Инстаграм телеканала Russian Visit Box. С вами был Роман Миров. Будьте всегда на стороне оптимизма и чаще делайте добрые дела. Редактор субтитров А.Семкин